Туроператоры вновь заявили о возможности вылететь из Барнаула в Хайнань. Прямые рейсы намерены запустить печально известная «Жемчужная река». Предыдущие попытки наладить сообщения с Китаем закончились неудачно. Если на этот раз все пойдет по плану, первые отдыхающие смогут отправиться на остров Хайнань из краевого центра уже 13 августа. На сайте «Жемчужной реки» эта информация уже фигурирует. Вылеты будут осуществляться не только из Барнаула. На 14 августа намечен первый рейс из Кемерово, а на 15 – из Томска. С сентября к этой программе должны присоединиться Новокузнецк, Читай и Благовещенск. К слову, оператору предстоит вернуть доверие туристов. Старт полетов из Барнаула откладывался уже четыре раза, поскольку перевозчик не мог получить разрешение от китайских властей. В конце июля авиакомпания «Алроса» сообщила, что получила, наконец, все необходимые документы. На маршруте планируют задействовать «Боинг-737», рассчитанную на перевозку 156 пассажиров. Первые три месяца рейсы будут иметь статус чартерных, потом их планируют перевезти в регулярный формат. Цена туров, как нам рассказали в региональной ассоциации туризма, сейчас привлекательна. Отдохнуть вдвоем неделю в трехзвездочном отеле можно за 50 тысяч рублей, но туристы пока не торопятся приобретать туры. Загрузка в Барнауле и Томске около 50%, при этом часть кресел заняты пассажирами, которые не улетели на отдых раньше из-за отмены программы. К слову, не советуют торопиться и алтайские туроператоры. Вот лично я пока воздержусь от реализации именно данного направления, потому что все-таки последний год показал, что перенос, это фактически уже перенос запуска этой цепочки осуществлялся пять раз. И до настоящего времени имеются люди, которые до сих пор не получили компенсации за сорвавшийся отдых. В Жемчужной реке обещают, что на этот раз все пойдет без сбоев. К слову, только в Алтайском крае из-за несостоявшихся вылетов пострадало несколько сотен человек. Сейчас многие из них ждут возврата средств от китайской стороны за испорченный отдых, другие доказывают правоту в суде.